Яркие кадры оперативной хроники как ничто лучше говорят о том, как непросто порой бывает сотрудникам МЧС. В схватке с огнем именно спасатели должны оставаться победителями, поэтому борьба идет за каждую секунду, за каждую возможность оказать помощь тому, кому она действительно нужна. Такую эту боль и тревогу видят выбравшие для себя этот тернистый, но очень благодарный путь. В работах юных брещан ежедневный подвиг сотрудников МЧС особенно красив и величественен. Благодаря регулярным встречам в школах и детских садах, благодаря постоянной работе по изучению основ безопасности жизнедеятельности, ребята знают многое, а то, что не вошло в сюжет поделок и рисунков, пусть лучше не происходит никогда. В этом году к нам поступило более 300 работ из 35 учреждений образования, что свидетельствует о наличии интереса подрастающего поколения к вопросам безопасности жизнедеятельности. Ребята показали нам своим творчеством, как они видят пожары, как они видят чрезвычайные ситуации, как они видят вопросы спасения людей на воде. Они своей креативой и оригинальностью показали нам нашу работу. В конкурсном межуре достаточно сложно было определить лучших, но мы с этой задачей справились и сегодня наградим и отметим лучшие работы. Конечно, все работы, которые мы увидели, они по-своему уникальны. Дети с малых лет приобретают навыки основы безопасности жизнедеятельности, также осваивают профессию и знакомятся с профессией спасатель. Все работы – это кропотливый труд не только самого ребенка, но и его родителей, педагогов, которые прививают основы безопасности в быту, на водоемах, при походе в леса. Конкурс «Спасатели глазами детей» – мероприятие традиционное. Он объединяет в зале самую творческую, креативную, увлеченную молодежь, авторов всего того многообразия, которое представлено на большом вернисаже. Так, через искусство и художественное слово мальчишки и девчонки не только сами вспоминают основные правила безопасного поведения, но и приобщают к ним сверстников и взрослых. И то, что эта работа дает свой результат, подтверждают цифры статистики. С начала года несчастных случаев по вине детской шалости в Бресте не зафиксировано. Задачами данного конкурса было не только выявление творческой молодежи, одновременно еще и обратить внимание нашего общества на вопросы профилактики несчастных случаев среди детей и молодежи. И Брестский городской отдел по чечению ситуации напоминает нашим родителям о недопустимости оставления малолетних детей одних, будь то в жилище, будь то на водоемах, будь то на дороге или в иных местах, где представляют угрозу их жизни и здоровью. Главным условием профилактики детского травматизма является внимательное отношение родителей к своим детям. Юный мастер Дмитрий Галуза свою работу решил сделать в формате скульптуры. Воплотить идею в жизнь помогли родители. И, как оказалось, не зря. Поделка была отмечена дипломом и ценным подарком. Поделка была как реалистичная, но малая, то есть статуя. И, ну, эта статуя нам всем понравилась, и мы ее отправили. Мы ее сделали, саму поделку, сначала у нас была бумага, а потом мы ее уже гипсовым картоном ее. И мы потом ее разукрасили. Я помогала родителям красить кирпичи, но огонь мама нарисовала. Папа мне подставку сделал, и мы там поставили нашу поделку. Награды нашли своих героев. Это значит, что впереди их ждут новые успехи и новые высоты. Конкурсы подобного формата представители городского отдела по чрезвычайным ситуациям планируют проводить и дальше. Так что плеяда талантов в очередном учебном году пополнится новыми именами. Именами знатоков правил безопасного поведения. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.